Своих не бросаем, решила семья Бегуновых и нашла место в своей квартире для беженцев с Украины. О том, где готовы разместить чебоксарцы гостей, в нашем следующем репортаже. Подготовили вот эту комнату для приема людей из Украины. Я думаю, будет удобно. Мы подготовили, вот здесь есть спальная кровать, интернет. Здесь у нас кухня, в общем, обычная квартира городская. Комната в их квартире небольшая, но семья надеется, что людям, которые потеряли все, на первое время здесь будет удобно. Буквально с первых дней события на Украине переживаем о людях, обо всех. Русских, украинцах, обо всех. И, конечно, в шоке от этих событий. Конечно, больно на это все смотреть. Татьяна Бегунова рассказывает, что после смены власти на Украине и новостей с линии фронта, очень переживает за тех, кто остался в соседней республике. Ну, как по-другому-то можно. Как только я увидела в интернете, что вот есть такая необходимость, я сочла своим долгом. По официальным данным, с начала беспорядков российско-украинскую границу пересекли более 100 тысяч человек. Чаще всего их встречают и обустраивают родственники в регионах России, граничащих с Украиной, в Черноземье и в Ростовской области. По данным Чувашского управления Федеральной миграционной службы, сейчас 6 человек обратились за предоставлением временного убежища. Татьяна Молокова, Альберт Ильин, Антон Вовк, Республика.